мы начинаем нашу программу добро пожаловать на диванчике вопросов от родителей сегодня у нас гостях необычный гость клим привет тебе и кучки клим как дела прекрасно ты рад что ты оказался у нас да очень сильно вообще невероятно прям я клим я из города пермь живу в россии мне 18 лет и раньше занимался баскетболом и сейчас я дизайнер в самая жизнь это вся твоя жизнь почти ну давай начнем ну несколько подробнее несколько конкретнее так как ты попал на эту программу зритель может сделать логичный вывод ты д в рвит да да мои родители верующие и я родился в семье верующих родителей когда они уже были верующие уважаю расскажи каково это было расти в семье верующих родителей да на самом деле было все хорошо но иногда были такие моменты когда у папы с мамой какие-то обстоятельства и они просто ругаются между друг другом но так было все свято не было никакой такой прям сильные ругань и никого алкоголя никаких плохих и вредных привычек даже так сказать все было свято ты один в семье нет у меня сестра была еще старшая но она уже вышла замуж и она теперь не живет со мной но каково ну вот ваше ваше взаимоотношение в семье как не строились у вас патриархат матриархат там да на самом деле конечно патриархат потому что папа он занимал такую более важную долю боже более важную часть в нашей семье и все слушая сего он был самый главой хорошо твое детство расскажи да на самом деле я не особо помню свое детство вообще помню только одну юность свою ну а так как не родители говорили то что я был вообще таким очень активным ребенком который бегал все время что-то делал ему что-то нравилось все время вот так вот они говорили обо мне ну ты сам себя таким сейчас позиционируешь ну да я все также такой же активный стараюсь помогать всем каждому человеку по стараюсь участвовать в том что меня попросим каждому это ну даешь там милостыню прохожим тогда вот этот вопрос отдельно да я стараюсь давать потому что даже библии написано что помогай бедному всегда и бог тебе поможет потом интересно дрался ли ты с мальчиками в школе да было пару раз такое что я дрался до буквально так как будто всегда бьешь мальчиков не так не выгляжешь ну он твои взаимоотношения с ребятами в школе тебе было стыдно что ты верующий нет цена я как бы и не скрывал этого и прям открыто не говорил об этом я просто сказал то что я знаю библию я верующий я следую его слову и все друзья и все одноклассники относились как-то лояльно и спокойно к этому а ты ну как бы тусовки вот когда уже пошел такой подростковый период как ты с этим у меня не было никаких таких тусовок прямо вот где там пьянки алкоголь что такое вообще никогда уже вообще никогда в жизни потому что я остерегаюсь от этого для меня это неважно мне это не нужно было никогда и родители так наверно повлияли на меня то что они ограничили из меня от этого а ты жалеешь об этом что ты не прочувствовал вот эту вот радость мне не согласенства нисколько не жалея я еще что это неправильно этого не должно быть этого всякого разврата и обе не понимаю почему ну многие говорят что нужно в жизни все попробовать но я так не считаю потому что это неправильно потому что даже в боге в библии написано то что это неправильно всегда нужно действовать по божьему слову и идти по нему потому что это реально будет так правильно был ли для тебя интересен мир ты знаешь да формулевку мир понятия ну да было такое то что мир для меня был иногда более интересный тем церковь расскажи про этот период ну в период наверное лет 12 где-то 14 15 лет я ходил в церковь но ходил так что просто как для галочки и все остальное время как тонны ну просто так чтобы отметиться то что я церковь и все как ты относился вот тебе нужно было быть примером вообще или ты как-то сторонился людей как ты вообще ну своей компании я старался быть таким примером который как сказать который все делает правильно который живет правильно короче скучным ну можно и так сказать да но ты все таким не считаешь да ну сейчас нет сейчас я думаю что я интересный человек это здорово и извини иногда шучу неудачно не каждая шутка должна быть на дали нормально как говорит мне зак тебе известно твое призвание да бог мне сказал об этом то что я хочу быть миссионер миссионером международной миссии хочу служить что это значит что это из себя представляет международной миссии ты начальник ты едешь на корабле как вот опиши вот представь мы рисуем сейчас картину зрителю как ты представляешь эту свою миссию вот как я представляю то что я вместе с командой приезжая в другую страну и просто начинаю проповедовать о боге говорить им о боге в их культуре на их языке так как они это понимают и как это понимаем мы хотим привести им то что мы понимаем венесуэла например бы съездил да а ты знаешь какой там уровень жизни как там ну в общем не знаю но что-то слышал что там не очень хорошо все как ты собираешься общаться с людьми которые не то что не знают что такое интернет которые не знают что такое очки и для чего они вот это очень сложно на самом деле потому что люди которые не знают таких простых вещей они знают тогда вообще немного и объяснить им будет что-то вообще очень сложно вот поэтому я еще пока не знаю как это делать какой у тебя самый запоминающийся не христианский поступок даже не вспомнил да наверное в росток у это мелкая в детстве да и в детстве да я это не запоминаю такое а ты молишься на иных языках до расскажи достаточно давно где-то в лет 13-14 была молитва из у нас было есть молодежное служение в церкви и пастор просто говорит кто хочет креститься святым духом выходите и тогда бог просто проговорил мне их крестил меня святым духом и с этого момента я начал говорить а как как вы произошел многие люди сейчас не за смотрят тебя они даже не знают что такое святой дух и крещение святым духом просто когда я вышел мы начали молиться и просто пастор говорит говорите что-то такое как по-другому я просто начал говорить какие-то слова и не это я понимал то что это не я говорю то что это мне они сами приходят то что это что-то что не просто я себе сам придумал что что пришло в мою голову и и мне нужно это сказать интересно ну ты рад вообще что родился в христианской семье да я рад очень сильно почему потому что я считаю что это правильное воспитание что это важно то что именно в такой семье дается понимание что церковь и бог это самое важное а какие вообще особенности воспитания ты можешь выделить может быть там слушай всегда родителей или ну вот какие какие есть особенности но вот самое сильное это то что родители пытаются тебя очень от греха оградить оградить до ограничить и ник не в коем случае не хотят чтобы у тебя было это в жизни они хотят чтобы у тебя в жизни все состоялось все было хорошо и самое главное чтобы не было вот этого греха вот такое через лично личные как это ограждение она не заставляет наоборот бунтовать как у тебя это было не ну понятно вот когда меня в чем-то ограничивает мне это не нравится потому что я считаю что ну я считал тогда что это неправильно что типа вот я что-то сделал меня в чем-то наказали и сказали больше ты будешь не будешь что делать понятно у меня настроение будет когда не очень я могу там что-то сказать родителям какой-то ропот на них мне это не понравится если ну когда тебе придется воспитывать своих детей каким бы принципом ты бы хотел следовать ну я считаю что все воспитание должно следоваться божьему слову все делать по его слову и так написано в библии например я не понимаю это чуть конкретнее как написано библии чтобы наказывать своих детей то есть вот он он клим у нас решил с наказания начать то есть давай начнем вот отдельная тема наказания потому что у нас гости разные программы совершенно по-разному относятся к наказанию я на самом деле отношусь к наказаниям напрямую негативно очень негативно да мне не нравится это вот я не представляю себе всегда то есть тебе не нравилось когда тебя наказывали да ну просто я не представляю как типа отец может бить своего родного ребенка для меня это как бы а тебя отец бил ну было такое да ну то есть ты представляешь да но все равно я не знаю вот со стороны отца как это может выглядеть типа это ну то есть ты бы своего ребенка не наказывал но вот прям вот как-то физически нет только ограничивать его в чем-то ментально и морально я понял а еще какие-то на особенности какие я бы старался сводить его с правильными людьми то есть людьми которые научат ему чему-то хорошему а они убедут куда-то не в то русло это правильно у тебя очень модные кроссовки расскажи чуть про то как как ты их сотворил да на самом деле просто я посмотрел ролик в ю тубе как делают эти кроссовки это наливают такую воду пшикают туда баллончиком краски и просто макают в эту пленку и вот так вот получается мне очень понравилось это я решил сделать попробовать потому что и дизайнер да да и не только просто я такой человек который любит кроссовки очень сильно и и творчество да люблю моду и дизайн и вот одежда для меня это ну как это важно расскажи во первых про то как как ты оцениваешь сейчас свои взаимоотношения с богом вот за последний год я считаю что я очень вырос в этом вопросе то что бог он реально начал поднимать меня в каких-то служениях и в том призвании которое сейчас вижу для себя я начал просто больше молиться даже больше читать слова и просто бы возрастать в нем больше и больше это очень круто буквально напомнить что мы находимся с на конференции пасворд поэтому сейчас можно слышать чудесную музыку за нами но смысле на заднем фоне но не оттуда в смысле вон оттуда и вот поэтому вы не напрягайтесь клим извини перебил ты хорошо знаешь библию как ты сам вообще оцениваешь ну знаю хорошо но некоторые вопросы на я наверно не смогу ответить но сейчас мы это проверим в рубрике знание библии с климом знание библии с климом итак вопрос первый назовите книгу которая рассказывает о истории создания теперь самая первая книга это бытие ну ладно с этим ты справился кто был отцом иоанна крестителя захария наум мих или сафония вот это вот уже для меня будет сложно но давай второе наум а подожди кто там еще есть захария наум них или сафония давай захаре это правильный ответ какая книга библии имеет больше всего глав ну иеремии псалмы бытие или послание к римлянам ну каждый наверное это знает что это псалом псалмы я думаю что не каждый но ты правильно это знаешь и услышал я голос господа говорящего кого мне послать и кто пойдет для нас и я сказал кто это сказал бог иакову исая богу бог авраму или бог моисея ну наверное бог моисея а нет нет это сказал исая богу ладно сколько всего заповедей десять ну ладно что самсон ел из туши льва о это такой вопрос львиное сердце рис мёд или хлеб ну львиное сердце скорее ну сейчас там подсказка правильно ну давайте третье а что третье хлеб мёд но в целом ты был близок давайте друзья поаплодируем ты все равно молодец да да спасибо это не саркастическое это давай еще несколько вопросов я буду тебя отпускать что ты любишь есть моя любимая еда это паста макароны с какой-нибудь с кем-нибудь очень вкусным соусом обожаю просто и пельмени тоже очень сильно люблю дай пять самый важный жизненный урок для тебя ой я даже сейчас не вспомню но наверное это помогать людям чтобы взамен они помогали тебе как ты думаешь каково будет детям в будущем тебе страшно за них или ты рад наоборот ну если за своих детей то я думаю рад потому что сейчас век информационных технологий когда дети могут быстрее развиваться гораздо и не могут сами привносить в этот мир гораздо больше чем есть сейчас хорошее слово мало кто так говорит давай а сейчас тебе нужно будет дать два совета один совет родителям по воспитанию детей а другой детям по воспитанию родителей что вот давай тебе нужно сейчас прям вот на камеру сказать но для родителей что я бы сказал это никогда не бейте своего ребенка прям очень сильно и вообще лучше никогда этого не делать потому что ребенок может может очень сильно обидеться и как-то это повлияет для него и еще один совет что лучше не бить ребенка просто поговорить с ним и может быть в чем-то ограничить в какой-то времени во в чем-то да в компьютере в чем-то еще но лучше уж такое чем просто какое-то насилие над ним я считаю так а детям какой-то может я советую детям для родителей это но самое важное это послушание все равно каждый ребенок должен слушать своего отца или свою маму и чтить их просто чтить чтобы они видели твою любовь к ним твою заботу и понимали что они для тебя много очень значат клим спасибо тебе за эту программу дай мне две пятюни друзья давай еще с нами был клим с вами был я Никит Никитин и с вами был я